здравствуйте дисциплина охрана труда и продолжим урок тема 6 микроклимат производства помещения и на рабочих местах на прошлом уроке мы рассматривали первые два вопроса сегодня мы рассмотрим оставшие два вопроса это отопление кондиционирования воздуха и второй вопрос здесь сегодня это промышленной вентиляции принципах расчетов загрязнением воздуха большое количество производств размещается старых зданиях неэффективной вентиляции отсутствие нормальной вентиляции приводит к застою воздуха помещения концентрация запахов от производства и вредны для дыхания веществ в результате этого быстрая утомляемость головные боли склонность к вирусным и простудным заболеваниям а это снижение производительности труда в целом ряде производств из рабочих зон удаляется загрязненный или имеющий запах воздух для этого создаются мощные вытяжные системы потребляющие колоссальное количество электроэнергии при этом запахи и загрязнений не уничтожаются а только выбрасываются распыляется в атмосфере для поддержания помещениях нормального отвечающего гигиеническим требованиям состава воздуха удаление из него вред газов паров и пыли используют вентиляцию что ж такое вентиляция вентиляция это регулируемый воздухообмен помещения вентиляции называют также устройство которое ее создает по способу перемещения воздуха в помещении различает естественную и механическую вентиляцию возможных сочетания которые называются смешанная вентиляция естественная вентиляция подразделяется на аэрацию и проветривание механическая вентиляция в зависимости от направления движения воздушных потоков может быть вытяжной приточной и приточно вытяжной если вентиляция происходит во всем помещении то ее называют общеобменной вентиляции сосредоточенные в какой-либо зоне на объекте загрязнения среды может это быть называется местной или локализующей по времени воздействия вентиляции делится на постоянную действующую и аварийную при естественной вентиляции воздух поступает в помещение удаляется из него вследствие разности температур а также под действием ветра аэрация это организованная естественной вентиляции выполняющая роль общеобменной преимуществами ее является простота и экономичность в сочетании с возможностью проветривания больших объемов помещений а недостатками невозможность подогрева увлажнения и обеспыливания поступающего воздуха ограниченные возможности при использовании холодный период года и для локального проветривания механическая вентиляция обеспечивается вентиляторами забирающими воздух из мест где он чист и направляющих его к любому рабочему месту для оборудования при механической вентиляции воздух перед его потреблением можно обработать подогреть увлажнить или подсушить очистить от пыли и так далее а также очистить перед выбросом в атмосферу приточная вентиляция обеспечивает только подачу чистого воздуха вытяжная вентиляция предназначена для удаления воздуха из помещения приточную вытяжную вентиляцию применяют в тех помещениях где требуется повышенный а особо надежный обмен воздуха расчет вентиляции начинается с определения воздухообмена для данных помещений при этом учитывают климатическую зону, время года, наличие вредных паров, пыли, избыточное тепловыделение и образование влаги ядовитых веществ в отсутствие дополнительных вредностей норму воздухообмена принимают 20 метров кубических час на одного человека общий расход воздуха определяет как произведение числа работающих в данном помещении на эту норму отопление второй вопрос это было у нас отопление отопление это искусственный обогрев помещений с целью возмещения в них теплопотерь и поддержания заданного уровня температуры отопительные системы бывают центральные и местные в системах центрального отопления энергия вырабатывается за пределами отопливаемых помещений а затем распределяется по системе труб потребителями центральное отопление в зависимости от вида теплоносителя бывает водяным, воздушным, паровым отоплением распространенным видом местного отопления является печное также используют газовые и электрические в отапливаемых помещениях для обогрева устанавливают отопительные приборы тип прибора зависит от системы отопления при воздушном отоплении это колориферы в системах водяного радиаторы конвекторы гладкие репристые трубы кондиционирование воздуха в настоящее время для поддержания комфортных условий в зоне пребывания людей все больше рабы используют кондиционирование Система кондиционирования называют совокупность технических средств служащих для приготовления перемещения и распределения воздуха а также для автоматического регулирования его параметров Система кондиционирования включает средства для очистки от пыли для нагрева охлаждение и увлажнение воздуха автоматическое регулирование его параметров контроля и управления Уборка в производственном помещениях конечно всегда регулярно или каждый день нужно делать уборку даже в некоторых помещениях где очень грязно делать уборку два раза Уборка Уборка должна быть регулярной рациональной то есть влажная уборка применение пылесосов Уборка в помещении производится с применением средств дезинфекции Она должна включать обметание вытирание влажной материи или мытье стен полов панелей радиаторов окон двери и мебели полы желательно натирать мастикой или другими пылесвязующими составами которые не дают пыли подниматься в воздух Необходимо чаще проявить и чистить одежду на открытом воздухе во время уборки производственном помещении и после уборки желательно проявить помещение загрязненный воздух влияет отрицательно на организм человека Ну и в конце урока вопросы для самопроверки На этом урок закончен До свидания до свидания до свидания